Какой чудесный праздник, какое чудесное упование, какая удивительная надежда. Надежда на ту, которая всегда рядом, как любящая мать на любой крик, на любое тревожное призывание имя своей мамы, тут же откликается. И все здесь стоящие, особенно женщины, знают, как только чада воскликнет, как только позовет, мама бросает все. Она стремится к чаду, не только который позвал, заплакал, и тем более, если упал. Вот к нам, часто падающим, приступает и спешит на помощь Богородица. Если мы, верные и любящие свою маму, дети. Вот почему те, которые любят Господа, Сына Ее и Бога нашего, они достойны покрова Пресвятой Богородицы. А над кем Он не может быть распростерт? Кто не может даже надеяться на помощь Божьей Матери? Тот, кто отвергает бытие Ее Сына, Иисуса Христа, которого она родила в этот мир, 2021 год. Теперь идет 2021 год. Тот, кто не признает Его распятия и Его преславного воскресения. Он не может рассчитывать на ту помощь, которую оказывает Матерь Божья, любящим Его и молящимся Ей. Поэтому люди страдают в большинстве своем, потому что думают сами пережить какие-то трудности, проблемы, преодолеть какие-то испытания в жизни без помощи Божьей Матери, без заступницы усердной всего рода христианского. Она распростерла покров свой над всеми любящими Его. И вот, дорогие, еще кто недостоин этого покрова, как недостойный сын, который не почитает своих родителей, который грубит и вообще сомневается. «А может быть, вы не мои родители? Может быть, я хочу жить один, как хочу? Вы мне зачем?» Вот такой сын или такая дочь, скажите, достойны благодеяния родителей или их благословения, тем более наследства? Вот так поступают и те, которые говорят, «А зачем мне Бог? А где Он? А куда Он смотрит? Почему Он не рядом, не исполняет мои просьбы? Я заходила там, свечку ставила, а вот мне не помогло, или то, или не то, не решилось?» Бог не есть, Бог исполнитель наших желаний. Бог хочет, чтобы мы исполнили Его просьбу, очистились, стали духовно чище, нравственно богаче. А мы, когда лучше живем, мы становимся еще хуже. Нам еще мало, нам еще то подавая это. Поэтому, дорогие братья и сестры, как важно вспомнить в этот праздник о верности как детей своим родителям, так и нам, православным христианам, верности своей матери, Пресвятой Богородице, матери Церкви Православной. А что значит сохранять верность Православной Церкви? Это не пропускать воскресных служб, когда мать собирает всех к себе. Для чего? Она что, зовет от нас постоять на иконы полюбоваться? Она зовет нас собраться всем вместе, прославить Святое Христово Воскресение. Почему мы слышим, те особенно, которые правильно делают и приходят в субботу вечером, они среди тех, которые приходят поклониться Святому Христову Воскресению. Вот для чего существует Церковь – Бога славить и у Бога просить милости, отпущения грехов и, как следствие, благословения и помощи во всех своих делах. Вот почему Церковь иной раз называют стенами вокруг Евхаристии. Вот что сегодня произошло, совершилась Божественная Литургия. Из простого вина, из простого хлеба, по молитвам всей Церкви, каждого из нас и священников, из вина преосуществилась в кровь, и из хлеба стало тело Господа нашего Иисуса Христа. Где это бывает еще? Скажите, на каком стадионе, в каком культурном учреждении, в каком гипермаркете, где это? И люди ищут все там, а сюда приходят редко. А это и есть расписанные, благоукрашенные стены вокруг святая святых, вокруг Божественной Литургии. И те, кто приходят сюда, не просто свечку поставить, а очиститься от грехов своих, причаститься к святых христовых таинств, вот тот и достоин покрова Божьей Матери. И, конечно, третье, кто может даже не рассчитывать на то, что Царица Небесная может покрыть Его своим мовафором, это тот, который не только живет без веры, не тот, который просто отвергает бытие Бога, но и хулит Бога, матерится, скверну из уст своих извергает. Дорогие братья и сестры, я просто прошу вас, передайте всем своим близким и родным, всем своим знакомым, тот, кто матом ругается, не только не достоин благословения, но и достоин смерти. Это строго и очень жестко. Смерти достоин тот, который имя Матери хулит, сквернит и употребляет во все нечистое. Совсем недавно я беседовал с молодыми людьми. Они просто матерятся. Ну, просто, сейчас не просто матерятся, они разговаривают на этом языке, понимаете? Вот я собрал их, мы с ними поговорили. Это очень тяжелый грех. Мать, это Родина-Мать. Родина называется Матерью. Земля, в которую вы ляжете, мы все. Земля и в землю от Идиши. Это тоже наша Мать. Мама, давшая нам земную жизнь. Слово «Мама» дорогое. Мамой нужно дорожить. С ее лаской и любовью легче нам на свете жить. Это Мать, которая подарила тебе возможность дышать, видеть, жить, сознавать свою семью, получать благо от этой земной жизни. Как ты мог забыть или похулить, или тем более оскорбить имя своей мамы? И, наконец, самое страшное, что совершает Сквернослов, он оскверняет имя мамы Богородицы. Она мама Христа. И если кто употребляет слово «мама» дорогое и добавляет туда какую-то скверну, этот человек достоин смерти. Не ругайтесь никогда матом и передайте другим. Особенно сейчас мы прогневили небо, прогневили Бога. Почему столько погибает? Война уже идет. И это еще не конец. Когда услышите о воинах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, предупредил нас Христос. И пойдет народ на народ, и царство на царство, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот причина конца мира – охлаждение любви между мамой и детьми, между женой и мужем, между обществом и просто людей по образу и по подобию Бога сотворенными. Зачем Богу мир, в котором люди ненавидят друг друга, где не любят, как сотворил Бог для любви, а ненавидят. Вот поэтому такой мир, он очень близок к завершению своего бытия и ко второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа. А потому, дорогие братья и сестры, я искренне советую вам почаще ходить в храм, почаще исповедовать свои грехи и, конечно, всегда молиться. Непрестанно молитесь, за все благодарите и всегда радуйтесь. Вот во время Великой Отечественной был такой случай. Мать проводила, собрала сыночка, положила там ему самое необходимое в рюкзачок, а потом принесла хлебушек, целую булочку такую, и прям со своих рук сыночку говорит, «Сыночек, откуси!» И он так прям из рук мамы, и она так в рушничок это закладывается, «А теперь ступай с Богом! Вернешься, доешь!» И он вернулся и доел. Потом еще священником стал, храм построил, и в этом храме весь народ его отпевал. И потом говорили, «Вот жизнь прожил человек, и мать любил до гроба, и материнским благословением всю войну прошел, живым и здоровым, вернулся Богу, храм построил, и был отпет по христианскому чину погребения. С радостной улыбкой на лице лежал, переходя из этого временного мира в мир вечности». Поэтому, дорогие, с праздником всех вас поздравляю и желаю, чтобы мы не сомневались в бытие Бога, ибо если сын не верит в то, что он сын своих родителей, это недостойный сын. У нас есть Бог Отец, мы называем Его Отче, и у нас есть Мама, Дева Богородица. И даже когда наши земные родители нас оставляют по причине возраста, болезни, смерти, у нас остается Небесный Отец. Хочу пожелать вам мира, хочу пожелать вам здоровья, чтобы те беды, которые коснулись людей теперь на территории российских новых субъектов Федерации, не коснулись вас. Но для того, чтобы это у нас было, нам так нужно бодрственно переменить свою жизнь к Богу, к вере, к любви, к Евангелию. Читайте дома Евангелие, молитесь непременно. Кто может утром, кто хочет днем, вот уже подходят, батюшка, а можно ночью? Молитесь. А можно с двух часов ночи? Молитесь. А можно коротко и за Россию? Господи, молитвами Пресвятой Богородицы, спаси русскую землю и помилуй всех нас. Вот проснулся, хотя бы вот эту молитву скажи. Спать ложишься, помолись о своей стране, о пацанах, которые вот сейчас там гибнут. Я уже который раз, когда совершаю службу, подхожу к жертвеннику, казалось бы, вот все, великий вход, и все равно частичку вынимаю. Помяни, Господи, кто в эти минуты, вот пока мы с вами вот здесь молимся и молились, погибли. Вот каждую минуту там кто-то погибает. Мы их не знаем имена, а Ты, Господи, молитвами Пресвятой Богородицы, помяни их во Царствие Своем и пусть на них исполнятся слова Твои, Господи. Нет больше той любви, ежели кто положит душу свою за други своя. И те, кто полагает свою душу за нас, они спасают и свои жизни, и свою душу. С праздником всех вас! Храните веру православную, молитесь, Царицы Небесной, и Господь по ее молитвам покроет нас от всякого зла. Аминь.